Эта улица проходит в советском районе нашего города. 22 апреля 1965 года одну из Куйбышевских улиц переименовали из 8 проезда в улицу Карбышева. В честь легендарного генерал-лейтенанта Дмитрия Михайловича Карбышева. Имя этого человека выбрано не случайно. Его судьба оказалась связанной с нашим городом. Вот и сегодня мы пройдем по улице Карбышева, чтобы отдать честь человеку, герою, ученому, гражданину. Человек-легенда. Человек, который к Самаре имел отношение в течение всего-навсего одного года. Но, тем не менее, Самара его запомнила и его роль здесь была невероятно важна. Дмитрий Михайлович Карбышев родился в октябре в городе Омске в семье чиновника военного ведомства Михаила Ильича Карбышева. В семье было четверо сыновей и две дочери. Род Карбышевых славился не только храбростью и отвагой, свойственными сибирскому казачеству, но и тягой к знаниям. Карбышев – природный сибиряк. Он окончил Омский кадетский корпус и, в отличие от своего отца, который был военным, заинтересовался немножко другим направлением. Он не сразу ушел в эту сторону, но когда ушел, понял, что это его. Он стал фортификатором. Человеком, который занимается военно-полевыми укреплениями. И, если говорить о Порт-Артуре, о знаменитой обороне Порт-Артура во время русско-японской войны, одним из тех, кто строил защитное сооружение Порт-Артура, был Карбышев. В 1918 году он в рядах молодой Красной Армии. Под руководством Фрунзе организует инженерное обеспечение многих операций. В 1918 году, когда сложилась трудная обстановка на Восточном фронте, требовалось превратить города Поволжье в неприступные крепости. Карбышев возглавил строительство Самарского и Сибирского укрепрайонов по разработанной им схеме обороны. Как только начались революционные события, он сразу же однозначно принял сторону Красной Армии, вступил в Красную Армию. И навеки до конца своей жизни оказался преданным именно новому советскому государству. Он был не чужд революционных идей еще в революционный период времени, поэтому его и партия там безоговорочно приняла. В конце декабря 1918 года Дмитрий Михайлович прибыл в Самару и начал формировать управление военно-полевого строительства Восточного фронта. Карбышев проектировал новые сооружения, составлял инженерные расчеты, писал конструкции, памятки, язык которых был четок и понятен. Дважды в период 20 века наш город окружался системой полевых укреплений. Один раз это было во время Великой Отечественной войны, Кайбышевский оборонительный рубеж. Первый раз это было вот именно под руководством Карбышева. И его ли это заслуга или как, но через его укрепление никто Самару не взял и не прошел. Весной 1919 года армия Колчака почти вплотную подошла к Самаре. В это время Карбышев назначит главным руководителем оборонительных работ всего Восточного фронта с переводом в Симбирск. Карбышев получает задание укрепить северно-восточные рубежи Самары. Это очень простые укрепления, то есть это всего-навсего окопы. Но если их грамотно вырыть, если их поставить именно там, где они нужнее всего, то противник, даже имея численное преимущество, просто не сможет их преодолеть. Укрепления должны были проходить в пяти-семи верстах от центра города. В настоящее время в районе этого рубежа и находится улица, носящая имя Карбышева. Человек выполнил свою задачу, защитил город, и мы ему очень за это признательны. Тогда это было необходимостью. Осенью 1919 года Карбышев уехал из Самары на Южный фронт. Генерал-майор Иван Осипович Белинский так характеризовал Карбышева. Он был небольшого роста, пропорционально сложен, был весь как натянутая струна. Его отличала резкая поворотливость в движениях. Лицо у Дмитрия Михайловича было слегка рябоватое, глаза черные и блестящие. Он мило шутил и вообще был очень остроумен. И не уберегли это ценнейшее достояние. И он попал в окружение, когда инспектировал в Беларуси очередную оборонительную линию. Он шесть дней выходил в одиночку к своим. Шесть дней. Но на исходе этого был ранен, контужен, потерял сознание и в таком состоянии попал в плен. У коменданта концлагеря Шталак-324 было предписание Гиммлера. Попытается склонить Карбышева на службу рейху. Вот цитата из документов концлагеря. Этот крупнейший советский фортификатор фантастически предан идее верности воинскому долгу и патриотизму. Карбышева можно считать безнадежным в смысле возможности использовать его у нас в качестве специалиста военно-инженерного дела. Мы сразу же опознали, кто он. И стали вытряхать из него сотрудничество с гитлеровской Германией. Человек много что может выдержать, но четыре года в концлагерях, не сломленный, несколько раз организовывавший побеги, пытавшийся выстраивать сопротивление. Человек, который не раскрыл секретов, которые он знал. А знал он невероятно много. То есть, если бы его спросили, ну как пример вот, да, как будет выглядеть бункер Сталина, я думаю, он примерно сумел бы набросать общую схему. То есть, даже не видя его никогда в жизни и не слыша о том, что его начали строить. То есть, человек настолько понимал в фортификации, что можно было бы от него, конечно, получить немало ценнейшей информации о защитных сооружениях Красной Армии. За три с половиной года Карбышев прошел через 13 лагерей смерти. В том числе Освенцем, Майданок, Заксенхаузен, Маутхаузен. Перенес ТИФ, воспаление легких. Но опытный генерал не только не сдался, но и вел активную подпольную работу. В невероятно трудных условиях он оставался верным сыном своего отечества, часто повторяя. Пленный, но не раб. Главное не покориться, не пасть на колени перед врагом. Надо быть невероятным докой в своем деле, чтобы грамотно рассчитать вот эти вот направления, просчитать, где противник будет наступать, где он не полезет, как заманить его на неудобный для маневра плацдарм и уничтожить его благодаря грамотно подготовленным защитным сооружениям. То есть я не побоюсь назвать Карбышева гением фортификации. Он действительно был таковым. И год от года его искусство оттачивалось. Поэтому неудивительно, что к Великой Отечественной войне он был чуть ли не одним из самых крупных фортификаторов Советского Союза. В концлагерях его имя стало хорошо известно не только соотечественникам, но и иностранным узникам. Среди них Карбышев пользовался непререкаемым авторитетом. Он стойко переносил непосильный труд в каменоловнях, бесчеловечные условия, болезни. Погиб генерал-лейтенант в ночь на 18 февраля 1945 года в городе Маунтхаузене. Большую группу узников, в которой находился и Карбышев, фашисты после зверских пыток выгнали раздетыми на мороз и стали поливать водой из бронзбойтов. У них вот как были металлические дубинки, и тех, кто не выдерживал ледяной струи, кто отшатывался от нее, они тут же убивали вот этими металлическими дубинками. И Карбышев тоже, естественно, он уже не был не то что мальчиком, это уже был, в общем-то, старик. Он не выдержал вот этой ледяной струи, отошел и тоже был убит немцами вот в этот момент. К утру в живых осталось только несколько человек. Они и рассказали, что погиб Дмитрий Михайлович, как и жил, с высоко поднятой головой. Бодрей, товарищи, думайте всегда о своей родине, и мужество вас не покинет. Были его последние слова. Не предал свою страну. Кем бы он ни был, сражался бы ли он за Российскую империю, за Советский, он был патриот своей страны. И очень приятно, что целый год он провел в нашем городе, организовывая его оборону, проживая здесь, и понимая, что он защищает наш город. За исключительную стойкость и мужество 16 августа 1946 года Дмитрию Михайловичу Карбышеву было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. В России имя Дмитрия Карбышева увековечено в названиях воинских коллективов, кораблей, железнодорожных станций, улицы бульваров, многих городов, присвоено многочисленным школам. В нашем городе школа номер 28 носит имя Героя Советского Союза Дмитрия Михайловича Карбышева. Мы вели огромнейшую работу по увековечиванию памяти его, и сам музей открыт был в 1965 году, но с 1993 года мы активно сотрудничали с Сергеем Васильевичем Собольковым, который встречался лично, был знаком с Карбышем, он встречался с ним в нескольких концлагерях. Средняя школа номер 28 имени Карбышева стала мемориальным центром генерала. В музее школы сохранилось множество документов о деятельности Дмитрия Михайловича в разные годы его жизни, службе Отечеству и героической смерти. Главная экспозиция нашего музея как раз-таки посвящена подвигу героическому, и гражданскому, и военному, подвигу Дмитрия Михайловича Карбышева. Дмитрий Михайлович называется «Непокоренный». В школе создана детская общественная организация «Юные Карбышевцы» со своим уставом, программой, гимном, знаменем. Ежегодно в день рождения Карбышева проводятся торжественные посвящения первоклассников в «Юные Карбышевцы». Мы также участники межрегионального движения «Юные Карбышевцы». Ежегодно участвуем в мини-слетах в городе Волжские фронтовая землянка. Раз в три года слеты более глобальные происходят в разных городах России, и в Москве, и в Нижнем Новгороде, и в других городах, где встречаются Карбышевцы со всех школ России и стран ближнего зарубежья, где мы обмениваемся опытом, рассказываем о своей деятельности и учимся у других. Памятник выдающемуся деятелю военно-инженерного искусства, легендарному генералу, герою СССР Дмитрию Карбышеву установлен в 1993 году в Парке Победы. В Дне памяти к памятнику Карбышева приносят цветы. Учащиеся младших классов принимают состав «Юных Карбышевцев». Карбышевцев